друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесникова мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят я думала что хождение по мукам у колес закончились один ролик в маяке показали и будет но нет хождение по мукам продолжается часть 2 марлезонского балета как лёшка светка виталинка и никитоз ходили по магазину причем вы знаете когда я увидела ролик аж на целых 38 минут действительно повеяло старыми добрыми временами тогда я помню тоже в магазинах лёшка со светкой с детьми всем цыганским табором цыгане шумную толпою да продолжение все знаем но все знают но в любом случае так вот они тогда ходили бродили по магазинам я помню как они заходили куда-нибудь в магазин там допустим гипермаркет там магнит до гипермаркет и там вот снимали аж целых три или четыре ролика подряд прям все ролики были длинные длинные но на самом деле это был хотя бы более менее веселый прикольный контент который было интересно наблюдать здесь такая уже версия друзья мои ну так себе потому что потому что потому что потому что теряют они квалификацию не хотят особо снимать да и съемки то у них не интересны ну короче хождение по мукам продолжается светка как всегда у нас счастливая счастливица часов не наблюдает и вообще светки ничего не интересно алёшка перелапал абсолютно весь ассортимент и в очередной раз показывая полку с товаром задает светочки вопрос а здесь света тебе ничего не надо на что светка друзья мои спрашивает а что там например вот знаете так и хотелось светочки сказать светочка это вроде в очках стоишь ну видимо уже и в очках светочка ничего не видит но неужели не видно что за ассортимент находится вот на этой полке там же огромные ценники с огромными надписями на что лёшка говорит ну дезодоранты тут стоят или пена для бритья да уж ребята да уж лёшка просто отличный отличный намек с твоей стороны для светочки на то что светочка не бреется вся заросла да и знаете ли я бы сказала дурно пахнет лёшка это отличный комплимент для твоей беременной жены да и хоть не беременной бы был бы да но вот просто комплимент который колесников специально во всеуслышание да на просторах ютуба все это дело выложил ну что ж мы уже привыкли к тому что лёша любит унижать членов своей семьи и мы плевать плевать как они после этого выглядят вообще абсолютно все равно причем заметьте хомяки колес не мы да здесь а светочку принижали а сам лёшка делал это весьма весьма весело и задорно но чтобы что вы лёшечки можно абсолютно все по мнению святого семейства а также по мнению защитников обожателей семейства колесниковых далее лёшка решил обратиться друзья мои к своим зрителям ну да и пишет спрашивает напишите пожалуйста а можно ли применять шампунь для окрашенных волос 7 у кого волосы не окрашены можно ли такое возможно ли задается вопросом лёша такое лёша возможно не переживай я бы переживала лёша из-за другого когда ты советуешь светочки приобрести шампуньки за 50 до 60 рублей вот я бы переживала из-за этого больше да потому что ну такой шампунь и простите из чего он тогда сделан если он стоит три копейки как бы после такой шампуньки и собственно после такого товара за три копейки как известно скупой платят дважды как бы там вообще все волосы не вылезли и там где нужно и там где не нужно я думаю все прекрасно понимают о чем я говорю в общем ребята лёшка молодец да когда это лёшку интересовало мнение его зрителей да никогда ну а тут для того чтобы знаете вот в комментариях что-то написали лёша обратился к своим зрителям а сам взять телефон да загуглить как говорится все это дело не не мы не можем далее далее светка решила таки присмотреться к шампуне и говорит ой а вот тут какая-то шампунь интересная в этот момент колесников быстрым зорким взглядом оценил что это шампунь для светочки слишком дорогая но вы меня извините уж не настолько он любит свою любимую женушку которая родила ему столько детей и сейчас тоже в ожидании очередного льготника да да будем говорить как есть друзья мои а что разве это не правда разве не на льготы не на детские пособия да мне на все вот эти вот плюшки погремушки живет семейство колесниковых а именно взрослая часть этого семейства я про лёшку и просветку ну короче с лёшка увидев шампунь за 200 рублей и говорит света а это не дешево а вот рядом говорит есть шампунь за 65 рублей ребят в этот момент я чуть в обморок не упала я просто знаете вообще вот с трудом себе представляет аж насколько надо ненавидеть членов своей семьи не переживать да что ты вот сейчас советуешь своей жене она в этот момент между прочим вынашивает твоего ребенка то есть даже об этом не думает что светка может воспользоваться какой-то фигней и потом это все выльется боком в том числе это может повлиять да и на ее здоровье а если влияет на ее здоровье вот тот момент когда она вынашивает ребенка соответственно это окажет влияние нехороший на ребеночка которого света носит под сердцем ну а далее далее лёшка себе присмотрел другую шампуньку и говорит ой света а возьми мне сам шампунь наверное для чувствительных волос для чувствительной кожи головы говорит да да а то же говорит я вот бедный несчастный у меня там говорит вот вот все все не очень хорошо у меня какой-то зуд идет но правильно сначала на покупают всякого говна за три копейки а потом опять же покупать такое же говно за три копейки в надежде на то что это говно конечно же их вылечит им поможет лёша вообще ты молодец да ты действительно один у себя единственный а твоей вот этой вот семейки как говорится им можно и по 60 рублей а тебе лёшечка все самое лучшее да все как всегда короче лёшка в этом магазине как базарная бабка ему друзья мои все надо шампуньки всевозможные там уходовые средства мицеллярная водичка все на свете но и везде лёша выносит свой вердикт да это не до не дешево это не дешево огромная баклаха геля для душа за 300 рублей с копейками это не дешево констатирует лёшка лёшка дешевле будет сидеть дома взять кусок какого-нибудь хозяйственного мыла и собственно этим мылом намыться вам от головы до до пят абсолютно всем вот тогда наверное это будет дешевле далее хотя нет это тоже будет стоить денег ведь на мыло надо будет тратиться а лёшка тратиться не хочет короче лёшке надо наверное чего-нибудь друзья мои попроще попроще лёшка запасайтесь крапивой всяческой травой будете сушить будете мыть голову как раньше в древние времена да ну и в общем-то да далее друзья мои алёшечка ходит ходит и к ним а кстати к нему же подходили сотрудники магазина в предыдущей серии да ну а здесь подошла к ним как раз таки директриса директор магазина подошел к ним и значит начали начали спрашивать директриса начала интересоваться директор магазин начала интересоваться а что а как а почему вы ведете съемку на что лёшка объяснил что у нас мол семейный контент мы мол семья мы вот снимаем у нас свой собственный канал она заинтересовалась да лёша все это приподнял что они снимают и готовку и там семейный канал и все там и без матов и все замечательное прямо знаете так радужно расписал свой контент ребята да если бы это директор магазина увидела что на самом деле творится на этом канале да и как они там все общаются и что там вообще происходит но она видимо знать возможно не знала все этой подноготной а хотя кто его знает ребята может быть вообще это была ситуация я вот сейчас вот подумала может быть эта ситуация была искусственно создана для нас для зрителей возможно это вообще была какая-нибудь знакомая по их там собраниям да всякая же может быть они же там где-то работают и может быть это было все создано специально и короче она прицепилась как банный лист к заднице к этому колесникову и говорит ой а вы нас не хотите прорекламировать ребят вот такую ситуацию я вижу впервые почему я подумала что это возможно была какая-то знакомая которая ну вот они решили разыграть эту сценку типа к ним просто так с бухтой барахтой подходит директор магазина непонятно каким людям да знать не знает этих людей говорит а может вы нас прорекламируете вы знаете огромные сетевые магазины рекламировать если и дадут то каким-нибудь известным людям известным там звездам шоу-бизнеса да известным там актером и так далее известным публичным людям ну а когда обращаются к блогерам да то эти блогеры конечно же у них активные каналы большие достаточно просмотры и как бы ну знают заранее как не крути подноготную этих блогеров их контент дабы дабы ну как бы не не произошла какая-нибудь неприятная ситуация а тут просто так подходит директор магазина но она представилась директором вы знаете честно я сказать что я была в шоке увидев этого директора я таких директоров никогда в жизни не видела конечно все бывает в первый раз да и тут она просто так с бухтой барахты обращаясь к абсолютно вообще незнакомым людям то есть то как они живут можно было понять да вообще что они себя представляют вот даже глядя на то как была одета светка вот это знаете вот как можно было так одеться ребят раньше она этот платок не носила да тут напялила платок как эта бабка вот эти очки да вот эта одежда боже как будто она знаете как будто вот эта одежда где-то у кого-то валялась лет так 50 60 а потом дали светочки лишь бы бесплатно и светочка на себя все это дело напялила вот представляете вы просто видите вот такую семейную пару да и вы к ним просто так какой-то директор магазина подходит к этой паре и предлагает а может вы нас прорекламируете никогда в это не поверю абсолютно не поверю если бы еще это был какой-нибудь частный маленький небольшой магазинчик да такой знаете вот магазин у дома грубо говоря куда забегают там купить там немножко колбаски немножко сырочка а там что-то хлебушек закончился да там что-нибудь еще там закончилось вот молоко купить и так далее а здесь сетевые магазины федеральные магазины честно это как-то даже смешно ну и лёшка говорит можно договориться типа можно договориться да да я так понимаю директриса думала что она сейчас бесплатно будет рекламировать их магазин ну а лёшка решил конечно с этого срубить куш но оно и понятно естественно реклама стоит денег ну в общем директор объяснила это тем что я говорит вообще подхожу всегда к покупателям мне говорит очень интересно мнение посетителей магазина я впервые об этом слышу что директора магазинов подбегают к покупателям интересуются что им интересно да моменты что им интересно это все в наше время в 21 веке это все можно узнать другим способом для этого вовсе не обязательно директору магазина бегать и приставать к по посетителям магазина честно бредятину но и говорит ой а можно я вашим деткам дам подарочки ну что это за вопрос то конечно же не то что можно а даже нужно и даже на постоянной основе как любит семейство колесниковых но далее а решил я так понимаю задружиться с директором магазина авось 2 тетя света попадется да а почему бы собственно и нет ну ребят но я когда посмотрела на эту женщину на директора магазина на самом деле да вот директором магазина вы знаете честно я никогда не видела чтобы настолько фривольно были одеты директора у нее вы извините вот этот вот сарафанчик я не против да каждый одевается как может как хочет как ему нравится как говорится колхоз дело добровольное да это личное дело каждого в каждой избушке как известно свои погремушки но есть такое понятие как дресс-код есть все-таки должности да и есть работа где тебя должность обязывает соблюдать все-таки какой-никакой дресс-код как ни крути вот этот сарафанчик ну опять же если кому-то нравится да ради бога как говорится был бы в принципе достаточно к месту где-нибудь знаете на пляже когда жаркая погода да или где-нибудь выйти в магазин просто там даже покупателем магазина до посетителем магазина но никак не для директора магазина простите когда ее сиси лежали уже на животе практически декольте было настолько глубокое что там знаете просто мама не горюй я вот думаю взрослая женщина по ней было видно что она взрослая женщина да то есть ей наверное уже за 50 как бы я не против да ради бога если есть что показывать но как-то все-таки это смотрелось не к месту директор магазина так не может выглядеть ребята вы меня извините опять же если это какой-то частный там да какой-нибудь там и п и так далее вопросов нет да ну а тут все-таки взрослая женщина директор магазина сетевого магазина да и настолько как-то знаете вот не к месту и конечно как-то вообще это все выглядело очень странно очень странно такое ощущение что просто женщина там пробегала такой же покупатель как и колеса вот у меня это вызвало вот я именно вот так бы восприняла эту женщину я бы никогда в жизни не подумала что директор магазина тем более достаточно большого магазина может себе позволить в таком виде выйти на свое рабочее место это ребята нигде такого вообще я не видела чудо да хотя с этим делом очень часто сталкивалась и прекрасно понимаю всю эту кухню знаю ее наизусть но такого чуда я никогда не видела ну да ладно все когда-то как известно бывает в первый раз да ну и далее далее друзья мои алешка лешка ползал там ползал и смотрел все разглядывал все ему было интересно все как всегда леша был кстати доволен когда начал общаться с этим директором магазина с этой женщиной ну а светка фыркнула ей знаете это не понравилось а вдруг опять очередная какая-то женщина позарится на столь ценный подарок на такого лешку золоторукова да не дай бог светочка молодец правильно бди в оба как говорится от от твоего лешки всего можно ожидать светочка фыркнула состроила недовольную морду лица но в принципе да а увидев живот светы директор магазина друзья мои говорит ой так вы горит третьего ждете да уж ребят ну и тактичностью этот директор магазина тоже не отличается в итоге им там дали какие-то там презентики выдали упаковку памперсов лешка доволен и говорит вот она в магазине еще и памперсы дарят а я хочу сказать не тем людям подарки делаете не тем людям помогаете потому что содержать тунеядцев это плодить целую армию паразитов которые государству потом все равно ничего и людям не дают вместо того чтобы сказать идите работать некоторые в кавычках сердобольные люди оказывают медвежью услугу и начинают помогать тем кто работать может но не хочет у вас м м м Продолжение следует...